Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Я был ошеломлен. Неужели действительно есть такое место в стране и в России у нас, где рабочие могут спокойно, без каких-либо зажатостей рассказывать о том, как они борются. Причем во многом опыт положительный. И это вдохновило меня на поездки в следующий раз. Я там выступал. Я слушал о том, что говорят прогрессивные рабочие. Я проникся идеями, что сокращение рабочего дня это то необходимое сейчас, не только сейчас вообще, для рабочего класса, чтобы он развивался всесторонним. Чтобы он вдохнул, а не отдышкой дышал. Я уже езжу на кабинет рабочих уже в пятый и в шестой раз. И буду там докладывать о своем положении на своем предприятии. И там нужно выступать, потому что рабочие должны делиться своим опытом. Вы должны выдвинуться от коллектива рабочих, от вашего трудового коллектива. Для этого нужно собрать пять подписей от каждого рабочего. Либо выдвинуться от прогрессивного профсоюза. Если вы устали от произвола работодателя, но не знаете, что делать. Если у вас есть вопросы, как бороться. Если вы не знаете, как бороться и с чего начать. Если вы хотите организовать прогрессивный рабочий профсоюз и начать действовать у себя на предприятии, приезжайте на Российский комитет рабочих. Следующий комитет рабочих состоится 21 марта в Нижнем Новгороде. Это суббота и воскресенье. Если вы хотите приехать на комитет и узнать, как прогрессивные рабочие борются за свое будущее, вам нужно связаться с организаторами, с сопредседателем Российского комитета рабочих Калевитовым Валентином Владимировичем по телефону плюс семь девятьсот восемь двести тридцать пять восемь три тридцать шесть или по электронной почте Золотовым Александром Владимировичем, консультантом Российского комитета рабочих. Ссылка на почту и телефон будет в описании. Тарелки как грома раската, басуха как смех Посейдона. Мы заводские ребята, но мы соберем стадионы. Пускай планета танцует под наши железные трубы, пускай нас фортуна целует в горячие алые губы. Ждем вас на Российском комитете рабочих.